У нас все последние игры принципиальные, так как обязательно нам надо, если хотим бороться за высокие места, обязательно должны выигрывать игры. То, что принципиально, конечно, мы играем с командой, которая на первом месте идет, и при случае положительного результата мы их можем догнать, поэтому, конечно, хотелось бы выигрывать. А в каком состоянии вы находите команду с точки зрения физики, потому что Локомотива на два дня меньше отдыха перед матчем? Ну, здесь, конечно, у ЦСКА есть на два дня больше подготовки, нам этого, конечно, не хватает, вот этих двух дней, но надеемся, что ребята, зная, как зависят итоги этого матча, не будут на это обращать внимание, будут играть по максимальной. Болельщики несколько соскучились по Хенте, что можете сказать о нем, вливается ли в коллектив, как в тренировочном процессе участвует? Ну, вливается, конечно, конечно, единственное, тяжело ему это дается, но мы очень на него рассчитываем, что надеемся, что он, наконец-то, забьет гол и покажет себя так, как он может и умеет играть. Ну, в принципе, я думаю, не давляет на ребят вот это. Надо выходить, играть, выигрывать. То, что мы этого очень хотим. Плюс надо болельщиков порадовать. Думаю, придет много болельщиков и хотелось бы, чтобы была очень хорошая игра. У ЦСКА последние матчи были очень разные, буквально диаметрально противоположные. Было ли из-за этого сложно анализировать соперника? Ну, нет, в принципе. Мы прекрасно знаем, да и все знают, как ЦСКА играет, какая у них хорошая атакующая линия, полузащита в обороне. Оборона все игроки сборной. Так что, думаю, ничего ЦСКА нового не покажет. В принципе, как знали, как они будут играть, знаем. И от этого будем отталкиваться. Субтитры создавал DimaTorzok